Я Джордж Кукурузкин. Сегодня мы поговорим об электродвигателях. Благодаря появлению мощных аккумуляторов, применение электродвигателей в моделизме существенно расширилось. Современные электрические силовые установки уже наравне могут тягаться по мощности с аналогичными двигателями внутреннего сгорания. Бурное развитие электрических моделей в России началось примерно с 2000 года. Электрические модели проще в обслуживании и постройке, поэтому они очень стали популярны среди моделистов. Основными типами электрических моторов являются коллекторные и бесколлекторные двигатели. Коллекторные и бесколлекторные двигатели в моделизме разделяются на классы. Перечислю основные из них. В данных цифрах скрыта длина корпуса мотора. Например, RC540. Это двигатель с длиной корпуса 54 мм. Чем больше эта цифра, тем мощнее двигатель. Остановимся на каждом из этих типов электродвигателей более подробно. Коллекторный двигатель Коллекторный двигатель самый массовый среди других электромоторов. Благодаря своей конструктивной простоте, надежности и небольшой цене, первые электрические модели имели именно коллекторное сердце. Главной особенностью данных двигателей является наличие щёточного узла. В состав щёточного узла входит коллектор. Это медные контакты на якоре двигателя и щётки, которые установлены в неподвижном корпусе двигателя, обычно в задней крышке. Главная задача коллектора – обеспечить своевременную подачу электрического тока на катушке якоря. Задача щёток – передача электрического тока на вращающиеся контактные пластины коллектора. Эти пластины называются ламелями. Чаще всего щётки изготавливают из мягкого электропроводного материала, например, графита с частицами меди. В процессе эксплуатации электродвигателя происходит износ щёток. Если электродвигатель неразборный, то мотор меняется целиком. Меньшему износу подвержен коллектор. Но и он при эксплуатации изнашивается. Поэтому на разборных двигателях после замены щёток необходимо его протачивать, тем самым выравнивая его поверхность, то есть поверхность ламелей. Например, в таком станке, как на фото. Поговорим о принципе работы данного электродвигателя. Итак, двигатель состоит из следующих деталей. Корпус двигателя состоит из статора, в котором закреплены постоянные магниты. Чаще всего ферритовые. Обычно их два. И они имеют форму полумесяца. Также в нём установлен передний подшипник. Якоря и задней крышки. Якорь представляет собой вал, на который насажен железный ротор с выемками под обмотки электромагнитов и коллектора. На задней крышке закреплены щётки и подшипник. Электрический ток через щётки поступает на медные пластины коллектора. А далее ток протекает по обмотке катушки на якоре. Вокруг катушки образуется магнитное поле, которое начинает взаимодействовать с постоянным магнитом на статоре. В данном случае отталкивается. В результате чего происходит прокрутка якоря. И как только щётки начнут касаться других пластинок коллектора, процесс повторится. В зависимости от того, в какое время, при каком положении данной катушки якоря относительно магнита статора будет подаваться напряжение на катушку, меняются мощностные и скоростные характеристики электромотора. В модельном мире это явление называется таймингом. На профессиональных коллекторных моторах есть возможность вращать заднюю крышку со щётками. Тем самым, меняя тайминг. Из-за несовершенства передачи тока в коллекторном узле происходит искорение, что приводит к уменьшению КПД мотора и нагреву данного узла. Это, пожалуй, самый большой минус данных моторов. Также мы говорили, что срок службы моторов ограничен износом щёток и ламелей коллектора. Меньшая удельная мощность в сравнении с бесколлекторным электродвигателем также является минусом данных моторов. Так как электромагниты расположены на якоре, а он вследствие конструкции вращается, то охлаждение этих катушек хуже, чем у бесколлекторного мотора. Самое главное преимущество – это цена. Они относительно бесколлекторных моторов дешёвые и доступные. Возможность подключения напрямую от аккумулятора, не используя дополнительного оборудования. Также плюсом является высокий крутящий момент со старта. Бесколлекторные электродвигатели значительно надёжнее, чем коллекторные двигатели, благодаря отсутствию коллекторного узла. Вообще, бесколлекторный электродвигатель – это часть коллекторного. Если убрать из коллекторного мотора коллектор и щётки, то всё остальное – это и есть бесколлекторный электродвигатель. Бесколлекторник не относится ни к асинхронным, ни к шаговым электродвигателям. Бесколлекторный электродвигатель – это двигатель постоянного тока, без щёточного узла. По своей конструкции бесколлекторные моторы бывают инранеры и аутранеры. Разница в том, что у инранера вращается внутренний ротор с постоянными магнитами, а у аутранера – внешний. Аутранеры широко применяются в авиамоделях, вследствие более высокого крутящего момента. В маркировке инранера цифры в его названии указывают размер корпуса мотора. У аутранера цифровой индекс обозначает размер статора двигателя. Чем индекс больше, тем, следственно, мотор мощней. Переключает обмотки мотора регулятор. То есть регулятор выполняет роль щёточно-коллекторного узла, подавая напряжение на соответствующие обмотки мотора, дабы создать движущееся магнитное поле, которое вовлекает в движение с собой якорь. Бесколлекторные двигатели неприхотливы и долговечны. Если содержать их в чистоте, то ресурс мотора ограничен только ресурсом подшипников. На увеличение мощности влияет конструктивная особенность бесколлекторного мотора. Во-первых, у бесколлекторного мотора размер каждой катушки больше, чем у аналогичного по классу коллекторного мотора. Тем самым увеличивается мощность электромагнита, вследствие чего растёт сила отталкивания между ротором и статором. Уточню, статор – это неподвижная часть двигателя, то есть корпус. Ротор – подвижная часть двигателя. Также влияет и количество полюсов. Чем их больше, тем более высоким моментом обладает мотор. КВ – это характеристика электродвигателя, показывающая, какое количество оборотов ротор электродвигателя совершает при напряжении 1 вольт. Соответственно, электродвигатель с характеристикой КВ-1000 при напряжении 7,4 вольта будет развивать без нагрузки 7400 оборотов в минуту. Обмотки любого бесколлекторного мотора имеют своеобразное соединение. Они бывают звездой или треугольником. На картинке хорошо видно. В чём отличие данных соединений? Звезда позволяет получить более оборотистый и более экономичный мотор, а треугольник – прожорливый мотор с большим крутящим моментом. Бесколлекторный мотор дороже коллекторного в несколько раз. Также минусом является невозможность подключить данный бесколлекторный двигатель от аккумулятора без использования дополнительного оборудования. Для использования требуется регулятор оборотов. Низкий крутящий момент со старта тоже является минусом, кроме сенсорных моторов. Также минусом является менее плавная характеристика вращения, чем у коллекторных электродвигателей. Преимуществом моторов без коллекторного типа является более высокая мощность, больший КПД, который доходит до 93%. Также преимуществом является большой ресурс. Он ограничен только сроком службы подшипников. Спасибо за внимание. С вами был Джордж Кукурузкин. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!